Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, традиционный для этого дня вебинар пройдет тоже в традиционное время в 15.00 по московскому времени. Если у вас есть возможность, друзья, обязательно подключитесь. Вебинар будет, разумеется, в прямом эфире. Тему этого вебинара я предлагаю выбрать, определить вам в нашем телеграм-канале. Буквально после этого брифинга мы запустим голосование, предложим несколько на выбор, которые будут касаться разных событий на финансовых рынках и разных финансовых инструментов. Соответственно, та тема, которая будет наиболее интересна, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Эта неделя, друзья, ждем отчет по инфляции в США, разумеется. Это еще один важный индикатор общего состояния американской экономики и для нас может быть недостающая частичка пазла, которая точно позволит ответить на вопрос, будет ли Федрезерв до конца этого года еще раз повышать ключевую процентную ставку. Я бы даже сказал, что эта неделя – это неделя показателей индекса потребительских цен. Помимо отчета по инфляции в США, я предлагаю еще дождаться среды и проанализировать данные по инфляции в Китае. На мой взгляд, правильно сейчас будет оценить ситуацию с динамикой цен, потому что цены, по сути, являются индикатором потребительской активности. И раз уж мы возлагаем очень большие надежды на Китай, в частности, если сравнивать и сопоставлять то, что происходит с китайской экономикой с нашими ожиданиями по рынку нефти, то, конечно же, получить больше индикаторов того, что китайская экономика все же встает на рельсы восстановления, было бы неплохо, потому что это будет означать, что спрос в Китае в третьем-четвертом квартале этого года станет катализатором и источником роста для нефтяных котировок. Я по-прежнему очень хочу увидеть бренд выше 90 долларов за баррель. Еще лучше было бы, конечно, дождаться этот актив в районе 100 долларов за баррель, но мы сначала должны сделать нашу последующую цель 90 долларов за баррель. И, кстати говоря, некоторое время назад, как вы помните, мы решили воздержаться от трейдов по нефти. Сначала сперва хотели проанализировать данные по рынку труда США. Сейчас этот отчет уже, соответственно, позади. Котировки 86.12 по бренду. И я сегодня принял решение все-таки вернуться к длинным позициям уже с целями 90 долларов за баррель. Причем я понимал, что основная аргументация будет сводиться к тому, что рынок вот-вот окажется в состоянии дефицита предложения. В качестве дополнительного аргумента того, что я был прав, точка зрения аналитиков UBS, которые проанализировали тоже кучу индикаторов в соотношении спроса и предложения, пришли к выводу, что спрос на нефть в этом году точно превысит 103 миллиона баррелей в сутки. И дефицит по их оценкам составит 2 миллиона баррелей уже в конце этого месяца. Хочу напомнить, друзья, что примерно такие цифры я обозначал еще много месяцев назад, когда тоже проводил свое исследование, соотносил текущие показатели добычи с индикаторами и показателями спроса. И после этого действительно нефть перешла к долгосрочной тенденции роста, которая сейчас продолжается. Напомню, что сейчас цены 86 долларов за баррель. Ориентир 90 долларов, который точно может быть достигнут в ближайшей торговой сессии, особенно при их новостной поддержке и сообщении того, что Саудовская Аравия приняла решение продлить действие добровольного сокращения производства нефти на 1 миллион баррелей в сутки еще до конца сентября. Отличная новость для тех, кто хочет увидеть рынок исключительно в состоянии значительного дефицита. Если вернуться к макроэкономическим данным, еще раз отмечу, что китайские данные по инфляции хороший индикатор активности потребителей. И чем выше будут цифры, тем, наверное, мы их будем активнее закладывать в то, что это индикация восстановления китайской экономики. Что касается данных по инфляции в США, это уже индикатор будущих решений Федрезерва по ключевой процентной ставке. Индекс доллара сейчас торгуется на отметке 101.96. Мы рассчитывали на снижение, на коррекцию и на возвращение постепенно американского доллара к нисходящему тренду. Пока что в четверг и пятницу, действительно, да, были два красных дня. Собственно, этот доллар снижался. И я очень рассчитываю на то, что после выхода данных по инфляции в этот четверг нисходящая динамика станет еще более выраженной. В четверг, повторю, что доллар оказался под давлением после того, как вышли данные по перечным заявкам на пособие по безработице и индексу активности в сфере услуг. Мы помним, что оба этих показателя не дотянули до прогнозов экспертов. В пятницу все, внимание, весь фокус, внимание трейдеров было на отчетах Nonfarm Perils. Количество новых рабочих мест, уровня безработицы, динамики роста заработных плат. Nonfarm. Общий показатель количества новых рабочих мест 187 тысяч. Это хуже прогноза и, разумеется, хуже значение. Июня, когда прирост по количеству новых рабочих мест был 209 тысяч, этот отчет стал причиной распродаж доллара. Сейчас цифра еще хуже. И стоит отметить, что даже июньский показатель был пересмотрен с 209 тысяч до 185. Отсюда лично я делаю вывод о том, что американский рынок труда явно буксует. И чуть-чуть отматываем назад. Повторю, что моя точка зрения по доллару, то есть ожидания его снижения, основаны на том, что мы сначала должны увидеть слабый рынок труда, а потом продолжение снижения инфляционного давления. Что заставит Федрезерву отказаться даже от малейшего намека на то, что уместно снова повышать ключевую процентную ставку. Этот план выполнен на 50%. Доказательства слабости рынка труда мы получили. Теперь нужно подождать отчет по инфляции. И если я окажусь прав, друзья, инфляция снова снизится, распродажи доллара должны продолжиться. Золото 1938 долларов за тройскую унцию. Пока что по-прежнему не рекомендую лезть в этот рынок, потому что, несмотря на коррекцию доллара, есть индикаторы, которые заставляют держаться меня в стороне от покупок рынка драгоценных металлов. Это индекс настроений, сантимент, 67% трейдеров сейчас золото покупают, то есть толпа на стороне покупок. И последний отчет от институционалов, отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Общий спекулятивный лонг сократился со 173,6 тысяч контрактов до 165, если чуть-чуть округлить. Пока ситуация не изменится, в золото лезть не будем. Ну, это моя рекомендация. Британская валюта 1,2734. Здесь длинную позицию по-прежнему сохраняю. После решения Банка Англии повысить процентную ставку у меня нет сомнений в том, что Банк Англии все же понимает, что это единственное лекарство от высокой инфляции – ужесточать постоянно монетарную политику. К тому же на пресс-конференции были отметили, что текущий уровень инфляции не позволяет британскому регулятору даже задумываться о том, чтобы предостановить повышение процентной ставки, то есть повышение стоимости заимствования. И уже приводил в качестве прогноза аналитиков UBS. Они считают, что по британской валюте нужно ждать чуть ли не отметки 1,35. Правда, к середине следующего года, но 1,30 будет гораздо быстрее. И они ожидают, что ставка в Англии будет повышена снова в сентябре и ноябре. Я полностью разделяю этот прогноз, поэтому длинные позиции по фунту сохраняем. Доллар канадец 1,3374. Данные по рынку труда Канады разочаровали общее количество новых рабочих мест. Минус 6,4 тысячи уровень безработицы вырос с 5,4 до 5,5%. Остается только надежда на рынок нефти, то, что он сможет помочь канадскому доллару, и еще на разворот по американскому доллару. Соответственно, поскольку мы ожидаем данные по инфляции в конце этой недели, я предлагаю пока эту валютную пару держать в портфеле, ну и как минимум подержать ее до конца недели. Если что-то изменится, обязательно об этом расскажу. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok